На смертельно опасные дороги в Октябрьском районе 4 года не могут обустроить тротуар. В рубрику «Звоните, разберёмся» обратились жители улицы Таймырской. Их дети вынуждены ежедневно ходить до остановки прямо по оживлённой автомобильной дороге. Можно ли решить их проблему, разбирался Антон Попов. Дорога прямая, асфальт ровный, да ещё и с горки. Машины здесь разгоняются, как на взлётной полосе. А для пешеходов путь до остановки обратно превращается в дорогу жизни и смерти. Видите, они как несутся. Во-первых, потом лужи на середину дорогу надо обойти, потому что по краю не пройдёшь, и нужно обходить. Почти на середину надо выходить. Живут люди, у которых дети, которые в школу уходят сюда. А на автобусную остановку отсюда уезжают к школе. И получается так, что тут активность. В 2016 году около 11 вечера на этом месте автомобиль насмерть сбил мужчину. Но даже после этого тротуар городские власти так и не обустроили. Тропинка вдоль дороги соединяет конечную остановку Таймыр и СНТ Колос. Его председатель рассказывает, что здесь круглый год живёт около 200 человек. Больше десятка детей ходят в местную школу. А территория эта относится к Октябрьскому району. В 2017 году мэрия отремонтировала здесь асфальт. Но даже тогда тротуара в проекте не было. Вместо этого рабочие раскидали бетонные блоки, которые хотя бы частично защищали пешеходов. Но я попросил их хотя бы поставьте блоки бетонные на место, которые здесь стояли. Хотя бы отгораживали хоть как-то более-менее эту тропинку. Я не могу её назвать тротуаром. Тропинку от проезжей части. Мне пообещали, что всё это дело восстановят. Но на самом деле откинули какое-то количество блоков в траву. А какое-то количество вообще исчезло в неизвестном направлении. Люди уже трижды писали обращения и жалобы чиновникам. Но каждый раз получали отписки. Денег нет, может, в следующем году. Мы сегодня тоже обратились в мэрию с простым вопросом. Можно ли сделать тротуар на этом месте и временно установить ограждение? Получился квест. В управлении дорог и благоустройства мэрии нам сказали, что отвечает за это департамент городского хозяйства. Оттуда нас переслали в департамент градостроительства. Оттуда обратно в УДИП. В итоге чиновники сказали нам посоветовать жителям написать ещё одно коллективное обращение. Его, обещают, рассмотрят. Но мы-то понимаем, такой ответ сродни отписки. Поэтому пока для людей у нас есть другой совет. Чтобы их не сбили, прикинутся жёлтым автобусом, как студенты из Владивостока. Так вас точно заметят. Антон Попов, Владимир Цуканов, Новости Прима.